здравствуйте дорогие мои друзья знаете как как вот эти вот диктаторы похожи друг на друга их методы их некая такая найти наивность какая-то то есть наша наивность они нам дают такие объяснения детские и говорят что нам еще и выгодно то что вот они с нами делают что они такие благодетели что мы должны молиться их обидчивость на найти на какие-то вещи очень похожи на друзья мои но вот белоруссия наносит ответный удар западу на в ответ на экономические санкции ответный удар на сотни миллионов евро долларов какой же это удар друзья мои белоруссия с 1 января в ответ на западные санкции не будет пропускать некоторые товары из европейских стран вот не будет там в основном продовольственные непродовольственные не будут пускать все полный запрет друзья мои кто от этого пострадает ну конечно те люди которые поставляли поставщики этих продуктов конечно конечно пострадают ну скорее всего пострадают и так сказать россияне найти мы помним белорусские креветки белорусскую рыбу какую-то да то есть батька на этом не кисло зарабатывал на пире пире лицевание этих бирок на то есть made in беларусь делали на европейских товаров и продавали их об этом даже пути говорил когда-то когда у нас вот такой период когда путин на отмашь ударил запад прямо такую пощечину что отказался от западных товаров да друзья мои я тоже вообще-то ну хорошо когда страна производит все сама да еще и продают еще и продают какой-то такой товар которого нету других да и богатеет это хорошо но когда под этим соусом вот у нас импортозамещение много ли заместили скажите пожалуйста много вот вот это импортозамещение помните такая что для российских производителей для малого для среднего бизнеса вообще будет нормально то есть работайте никакой конкуренции западной будете работать сколько с тех пор предприятия разорилась разорилась малых сколько и п чп там о о о о растворились вот в этой так сказать путинском котле их просто сожрали на конкуренции нет ну да нету но и возможности работать тоже нету потому что все принадлежит вот этим силовикам все принадлежит каким-то прокурорским судейским ну существует бизнес который только при власти на самом деле друзья мои либо крышуется то есть власть имущие являются хозяевами этого бизнеса как типа мира торг до является медведевской такой родственники медведева как и многие другие знаете вот в контакт ну то есть везде везде пальцы путина лежат во всех пирогах как говорили про так сказать больших мафиози везде либо он либо его друзья вот эти бизнеса работают остальные если вы сам по себе ну извиняйте вы только корм для них и как только внимание этих кривоохранителей эти власть имущих на вас на ваш бизнес нацелена все считайте у вас просто его отберут если вы просто быстренько его отдадите задарма хорошо не отдадите вас просто посадят и и все равно отберут но еще и с удовольствием поиздевавшись над вами и еще загнав вас долги ну вот эта манера такая и вот это импорт на замещение много ли они заместили то что на российских прилавках вместо сыра теперь сплошной сырный продукт абсолютно да вместо молока молочный продукт полностью до вместо масла жиросодержащий продукт то есть вот вот она импорт на замещение кто заместил своим пальмовым маслом дяденька володин и озолотился как говорится на этом таком скользком бизнесе на этих жирах озолотился замечательно тоже удален ударили на ост отмыш европе но теперь беларусь это же самое значит мы ответим на беларусь на то есть на санкции евросоюза своими санкциями и люди не пострадают только выгода только сплошнейшая выгода друзья мои но верите вы или продолжаем ли мы верить батьки что даун типа отомстил вот так он прямо жестоко на на сотни да действительно наверное фирмам из европы будет нелегко да ну наверное если они поставляли потерять крупного клиента плохо но они то наверное переживут вот мы в очередной раз то есть скорее всего вот тот товар который шел набирал белоруссию через россию тоже как бы перестанет идти станет меньше действительно вот каких-то сыров которые которые сделаны просто из молока без всякого вот молоко молоко и соль да и закваска сырная все вот самое простое как вот бывает найти ладно в общем-то бей своих чтоб чужие боялись но найти наш это эти хотя какие они наши что лука что путя бьют своих а чужие смеются просто смеются и и не понимают как вот как так бывает да вот своих лупцуют ну в белоруссии лупцуют а у нас похоже ну как бы списывают в утиль на слишком много стало последнее время смертей в россии возможно тоже из-за того что ну вот дяденька володин со своей масляной мордой слишком много вот этих продает сырных продуктов или молочных продуктов да что теперь уже стакан молока это как раньше на заводах давали эти молоко за вредность на вредном производстве теперь значит пожалуй лучше лучше смену на вредном производстве отстоять чем чем выпить володинского молока но сейчас правда и не дают хотя где нить может быть может быть ладно друзья мои не смешно и грустно вот видеть вот эти потуги этих старых шизофреников удержаться у власти за счет здоровья и счастья целых народов вот это вот беда пока